Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович Путин. Дело в том, что дачные автобусы, которые закупила мэрия Самары, вы сейчас видите на своих экранах, они слишком малы для дачных перевозок. И в рейс выходят только 1, 2, ну может быть 3 автобуса в день. То есть для дачников-то это проблематично. Дождаться автобусов, а уж залезть в этот самый автобус, так и вообще очень трудно. Более того, выяснилось то, что мэрия, ну департамент транспорта хотел достроить вторую линию путей на станции метро Алабинская, в нашем метро, но так этого и не сделал. Более того, были выявлены хищения на сумму более 15 миллиардов рублей. Давайте-ка сейчас мы с вами подойдем к дачникам, сами спросим, сколько они ждут автобусы. Скажите, пожалуйста, а вы сколько автобусов по времени ждете? Долго? Полно, уже мало. Вот. Я не буду писать. А вы знаете то, что на сайте висит расписание, что дачные автобусы должны ходить через каждые полчаса? Это дачные автобусы, а всего 3 автобуса. Да-да, я как раз и говорю про 3 автобуса только. А вы знаете то, что еще, когда будет чемпионат мира в Самаре, то дачные автобусы не будут ходить, так как будет запрещен въезд автобусов, ну кроме тех, которые будут из аэропорта двигаться непосредственно на стадионы и фан-зону. Вот. Будет отменен на время чемпионата мира, так как запретят движение автобусов. Да, на целый месяц. На электричке. Какая электричка? На электричке в нашем эстилы не ходят электрички. Ну, вам не повезло. На дачный день не будет футбольные игры. Так что не будет. Будут до вторых. Вот так вот народ возмущается этим. Ну, от себя добавлю, что вот вы видите, что вот там вот за зданием за зданием только лишь один дачный автобус стоит сейчас. Все, я, конечно, понимаю, что все во имя футбола, но разве стоит из-за футбольного мероприятия осложнять жизнь дачникам? Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.